В истине О спасении Окружающая жизнь часто не дает человеку опомниться и задуматься над тем вопросом, для чего он пришел в этот мир и в чем его предназначение. Оглушенные суетой люди уже не способны думать об истинах великих и вечных, для постижения которых нужна хотя бы минута божественного молчания в сердце, хотя бы мгновение святой тишины. Для достижения этого молчания человек приходит к Богу и находит ответ в учении Церкви. Цель христианской жизни – спасение души. По Божьему замыслу, человек через собственное приближение к Господу призван и весь остальной мир соединить со своим Творцом, но поставленный во главе Творения впал в грех и тем самым отдал мир во власть лукавого духа. Таким образом, наш мир стал ареной борьбы между добром и злом. Христос Своими страданиями и крестной смертью восстановил утраченную красоту, истину и добро. Теперь, следуя по пути Христа, человек имеет возможность вернуть эту истину и в свое сердце. По мере нашей веры и преданности Господу, Он подает нам все нужное ко спасению – святые таинства, предания Церкви, духовные наставления святых отцов. Следуя их учению, христианская жизнь начинается с обращения к Богу, затем следует очищение через покаяние. Через постижение заповеди и обновление внутреннего человека, верующий достигает освящения или обожения, без которого, по словам преподобного Силуана Афонского, исчезает смысл человеческого бытия. С чего человек начинает путь своего спасения? По слову апостола Павла, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Грешник – это человек, как бы погруженный в глубокий сон. И какая бы ни приблизилась опасность, он, подобно крепко спящему, не проснется и не встанет, если кто-нибудь посторонний не подойдет и не разбудит его. Действие Божьей благодати – это есть тот посторонний, под действием которой человек, разбуженный от греховного сна, начинает видеть свою жизнь в свете Христовой истины. Его душа, познавшая любовь и благость Творца, начинает тянуться к этому свету и тосковать о чистоте, которую дает истинное покаяние. Человек начинает понимать, что все, чем он жил, чему он так предан и так ценит, ничтожно по сравнению с той жизнью, которую дает ему вера в Бога. Но это еще не изменение, а только возможность того, что Господь называет рождением в жизнь вечную. Пробудившаяся и покаявшаяся душа подобна новорожденному младенцу. Этого младенца следует питать таинствами церкви, которые установил для нас наш Спаситель Христос. Первое из них – Таинство Крещения. В Евангелии, в беседе с тайным учеником Никодимом, Господь говорит «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Крещение – это та дверь, через которую человек может войти в Церковь Спасаемых. Ибо спасен будет лишь тот, кто будет иметь веру и креститься. Иметь истинную веру – нелегкий труд. Идти к спасительной цели иногда не хватает ни воли, ни сил. Порывы покаяния гаснут, из сердца не уходят мирские привычки и пристрастия, и человек становится теплохладным, неспособным идти дальше по пути спасения. Выход из этого тупика находится в развитии такой добродетели, как ревность о спасении души. Она и есть залог успеха на пути к приобретению Духа Святаго, основной цели христианской жизни. Для развития этой ревности о спасении нам требуются положительные примеры жизни во Христе, где во всей полноте раскрывается красота Духа, сочетание христианских добродетелей и воплощенный образ Божий. Такие примеры мы можем найти в литературе с жизнеописанием святых подвижников, мучеников, преподобных, а также и в нашей повседневной жизни. Следует только среди всех житейских тревог и волнений суметь увидеть Божий промысел о каждом из нас. И тогда в душе каждого верующего всегда будет ощущение сладости жизни в Боге. Ощутив благодать Божию, Царство Божие, которое по слову Христа внутри нас есть, христианин делает все возможное, чтобы сохранить и возрастить этот Божий дар в своей душе. Господь говорит о Царстве Небесном, как драгоценной жемчужине, найдя которую купец из евангельской притчи продал все, чтобы приобрести это сокровище. Оно неизмеримо велико и так многоценно, что несравнимо ни с чем на земле, и ничего не жаль для его приобретения. Тайна спасения заключается в обретении этого сокровища. Познав ее, христианин остаток дней своих подчиняет этой высшей цели. Дело спасения ты не совершишь без Христа, и Христос не совершит без тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова